Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. А ведущий готов к работе только снять чеку и нажать на рычаг. Проверка безопасности. В крупнейшем торговом центре Анапы прошли учения совместно с пожарной охраной. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного назначения – 121,4 миллиона рублей. Офис врача общей практики в Чеконе, газопроводов Гостогаевской и Просторном. Субвенции из краевого бюджета планируют направить в сельские округа. Развивать именно те возможности, которым он был с рождения, дарованы были ему, а не те, которые хотим видеть в нем мы, родители. Не управлять, а направлять. Как помочь подросткам адаптироваться в социальной среде и не попасть под дурное влияние, обсуждали на общегородском родительском собрании. 28 марта в России объявлен днем трауров в связи с гибелью людей в результате пожаров в Кемерово. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Завтра все государственные флаги приспустят. Телеканалы, радио и театры откажутся от развлекательных программ. Также в День скорби отменят городские праздники, концерты и спортивные соревнования. В эти дни во всех храмах курорта проводятся панихиды по погибшим. Кассиевской часовне анапчане несут цветы и игрушки. Анапа скорбит вместе со всей Россией. На Кубани по поручению губернатора проверят все торгово-развлекательные центры на предмет соблюдения пожарной безопасности. Задачу глава региона поставил на заседание комиссия по чрезвычайным ситуациям, в котором приняли участие все муниципалитеты края. В Анапе будет создан специальный штаб по координации проверок. Такое поручение глава города-курорта Юрий Поляков дал на заседание муниципальной КЧС. Проверят не только торговые центры, но и все социальные объекты. Детские сады, школы, больницы, городской театр. Прежде чем начать у нас экстренное селекторное совещание, я думаю, что давайте почтим память тех, кто погиб, посреди надето. Страшная трагедия потрясла всю страну. Не допустить ее повторения – вот о чем сегодня все мысли и дела. Губернатор Краснодарского края потребовал провести реальные проверки и учения в максимально короткие сроки. 304 объекта с массовым пребыванием людей. Эта цифра озвучена на внеочередном заседании уже муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Глава Анапы ставит задачу – создать штаб, который организует проверки на предприятиях всех сфер, будь то торговля или санаторно-курортный комплекс. Нам сегодня нужно принять такие меры, где бы мы могли зайти, могли проверить, могли выявить и навести порядок. В этом плане, чтобы завтра ничего там не было, допустим. Логично или нет? Георгий Федорович, я с вами помню. Давайте к этому стремиться будем. В списки на проверку попадут не только торговые и развлекательные центры, но и дома культуры, детские санатории, где в эти дни принимают отдыхающих, детсады, школы и городская и детская больницы. Глава города поручил составить план график проверок, а также направить каждому руководителю предприятия напоминание провести с сотрудниками инструктаж по пожарной безопасности. Сейчас во всех торговых объектах проверяют системы противопожарной безопасности. В ТРЦ Красная площадь провели учения. По легенде, в детской игровой комнате на втором этаже произошел пожар. Один человек оказался на крыше, отрезанный огнем. А до этого корреспондентам показали важные детали, которые позволят в критических ситуациях сохранить человеческие жизни. Делается таким образом. Что нам готов? Используем только открыт кран. Огнетушитель готов к работе только снять чеку и нажать на рычаг. Таких точек здесь более 60. Общественное пространство сразу за дверью, а там даже не в метрах, просто через стенку снова огнетушитель и гидрант. Практически в любой точке как минимум два варианта быстро оказаться на улице. Это служебное помещение, здесь же кабинеты сотрудников. На стенах только штукатурка и краска, система сдерживающей вентиляции. Она обеспечивает избыточное давление в помещении, чтобы в него не проникал дым. Похожее устройство в шахтах лифтов. Замки на дверях сделаны так, что при необходимости можно быстро покинуть помещение. Все проходы широкие, позволяющие заехать или выехать на инвалидной коляске. У самого большого зала кинотеатра собственный выход на улицу. В малых залах по два выхода и общий просторный коридор. Оттуда также на улицу. Изнутри дверь открывается без ключа. Учения проводятся совместно с пожарной охраной города-курорта. В этот раз решили отработать до открытия. У пожарных есть схема торгового центра, несколько точек для развертывания. Возле каждой уличный гидрант. Есть предварительные планы действий. По легенде учений, пожар произошел в детской игровой комнате. Татьяна работает там инструктором. В тревожном наборе, помимо фонарика и мегафона, канцелярский нож, чтобы разрезать сетку на манеже. Наверху кто-то из персонала. Ему помогают спуститься. Вместе с тем, каждые 15-20 метров по периметру такие вот лестницы. Тем временем, спустя примерно 10 минут, после объявления тревоги, две команды с пожарными рукавами уже были в районе очага возгорания. Это не первая тренировка наша совместная с городской службой противопожарной. Такие учения проходятся регулярно. Есть график этих учений. Мы проводим учения по эвакуации, по включению противопожарных систем ежеквартально, как положено по закону. С точки зрения эвакуации и сработки систем, а также действия персонала, в том числе охраны и того персонала, который занимается на объекте обеспечения пожарной безопасности, у нас очень высокая оценка. Все сработали слаженно. Действия пожарных подразделений мы оцениваем на хорошо. У нас есть своевременное здесь не только прибытие, реагирование, слаженные действия. Своевременно были поданы зрения на тушение условного загорания. Это детская площадка на втором этаже. В общем, учения мы оцениваем очень достаточно хорошо. Тем не менее, впереди обязательный анализ всех действий, а также подготовка аналогичных мероприятий в других крупных торговых развлекательных точках по согласованию с их владельцами. Вместе с тем, специалисты рекомендуют и жителям не терять бдительности, обращать внимание на соблюдение предпринимателями мер противопожарной безопасности. Как минимум, пожарные выходы должны быть открыты и не захламлены. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа-Регион. В хуторе Чекон появится офис врача общей практики. В станице Гостогаевской и хуторе Просторной построят газопроводы низкого давления по государственной программе. Муниципальный совет утвердил увеличение доходной части бюджета города-курорта в текущем году на сумму порядка 296 миллионов рублей. Основная их часть – субвенции из краевого бюджета. Деньги пойдут на строительство дорог, капитальное строительство – социальную сферу. Предлагается увеличить расходы в последующем направлении. Парагатное повышение заработной оплаты работникам культуры – 116,5 миллионов рублей. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения – 121,4 миллиона рублей. Приобретение школьных автобусов – 3,9 миллиона. Капитальный ремонт и оснащение муниципальных учреждений образования и культуры – 4 миллиона. Более 13 миллионов рублей направят на строительство газопровода высокого давления к хуторам большой и малый разнокол. 2 миллиона рублей пойдут на строительство детских, игровых и спортивных площадок. Более 18 миллионов рублей поступят по программе софинансирования строительства газопроводов низкого давления в станице Гостогаевской и хуторе Просторной. 4 миллиона из них – средства граждан. 2,3 миллиона рублей направят на строительство офиса врача общей практики в хуторе Чекон. Уже объявлен аукцион на определение подрядчика. Перед рассмотрением на сессии документ обсудили на профильной комиссии. Полный состав совета принял его единогласно. Как воспитывать в детях и подростках стойкость к стрессам и умение противостоять повседневным трудностям? Об этом шла речь на общегородском родительском собрании. Специалисты рассказали об основных причинах депрессии у юных анапчан и поделились советами, как вести себя в подобных ситуациях. На специальном стенде детские рисунки. Именно семья должна стать убежищем от стрессов и депрессии, а не улица или интернет. На одном из первых мест проблемы, связанные с учебой. Это может быть как единый государственный экзамен, так и первая двойка, которую получил круглый отличник или отличница. Отнестись к этой, как к ожидаемой неудаче, потому что мы не будем замечать хорошего, если у нас не будет плохого, например, поддержать, узнать в чем дело. Там голова ли у него болела. Помочь, подбодрить путем своих примеров, что же будет дальше. Один из юных авторов изобразил пикник, поездка на природу, как вариант смены обстановки. При этом с детьми или подростками необходимо поддерживать доверительные отношения и быть готовыми в любой момент обратиться к специалистам. Один из организаторов городского родительского собрания – муниципальный центр диагностики и консультирования, который работает как со школами, так и индивидуально. В зале – родительский актив, также педагоги и психологи. На повестке дня – вопрос формирования жизнестойкости юных анапчан. В городском управлении образования считают тему одной из наиболее актуальных. Что же нам с вами делать для того, чтобы нашим детям в этом мире очень непростом, сложном, на сегодняшний день, мы с вами знаем, сколько сложностей, но чтобы им было комфортно, чтобы им было удобно, чтобы они были любимы, чтобы мы их слышали. Одна из причин, по которой ребенок или подросток может чувствовать себя не в своей тарелке – увлечения, навязанные родителями. Нередко они доигрывают или начинают заново сценарии, которые не удались в их жизни. Так может появиться, например, посредственный финансист вместо хорошего астронома. Родителям рекомендуется наблюдать за детьми и поддерживать их конструктивные увлечения. Он родился талантливым. В какой сфере он талантлив, мы должны увидеть, а не погасить этот талант и развивать именно те возможности, которым он был с рождения, дарованы были ему, а не те, которые хотим видеть в нем мы, родители. Не переделывать, не переламывать, не перемалывать, не делать из семьи, из воспитания мясорубку. По словам Марии Бессоловой, школьные педагоги видят ребенка или подростка не реже, чем родители. Они вовремя могут дать понять, что у школьника есть те или иные проблемы или вопросы. Ответы на них он будет искать в обязательном порядке, чаще всего в интернете, где есть как правильные решения, так и явно нежелательные варианты. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В Анапе выберут предпринимателей года в шести номинациях. В городском управлении экономики и инвестиций уже открыт прием заявок. Задача конкурса – поощрять предпринимателей, которые ведут бизнес прозрачно и эффективно. Конкурсной комиссии предстоит выбрать лучшее предприятие или предпринимателя в сельском хозяйстве, строительстве, санаторно-курортном комплексе, в сфере услуг, торговле и общественном питании, а также лучшую женщину-предпринимателя. В зависимости от прироста тех или иных объективных показателей начисляются баллы, отдельная оценка за благотворительную деятельность. Предприниматель должен заполнить заявку для начала, что он желает участвовать в конкурсе и, соответственно, предоставить пакет документов. Наиболее важный пакет документов – это будет справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам. Там заполняется специальная форма, где будут указаны показатели численности работающих, зарплата работающих, увеличение показателей выпускаемой продукции. Обязательно будет приниматься во внимание его активная жизненная позиция. Насколько активно принимает человек участие в жизни города в таких мероприятиях, как ярмарки, выставки, различные праздники города, где требуется показать свое умение, где можно выставить свою продукцию. Отдохнуть бесплатно в санаториях смогут дети из льготных групп. Санаторно-курортные путевки для оздоровления выделены Министерством труда и социального развития Краснодарского края. Отдохнуть или поправить здоровье смогут дети инвалиды в возрасте до 18 лет или ребенок, один из родителей которого имеет статус инвалида. Также дети из многодетных семей, семей, получающих меры социальной поддержки и семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. На льготу имеют право и несовершеннолетние, состоящие на учете в соцзащите. Для получения санаторно-курортных путевок необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по адресу Анапа, улица Крымская, 177, кабинет номер 4 или по телефону 39056. Весна – время наводить порядки в квартирах, домах и на приусадебных участках. Многие затевают ремонт или большую стройку. В этом случае без качественных инструментов и подручного материала не обойтись. Все для строительных и ремонтных работ, а также сады и огорода можно найти в хорошо знакомом Монопчаном магазине «Алмаз» на улице Толстого. Магазин с давними традициями. Так характеризуют «Алмаз» сотрудники и многочисленные покупатели. Все необходимое для строительных работ можно найти здесь, причем цены не кусаются. Можно купить все, чтобы осуществить свою задумку любую. Большой выбор материалов, стройматериалов и цены приятные, и обслуживание хорошее. Консультанты всегда подскажут, помогут, расскажут, что лучше. Все, что нужно, в принципе, для покупателя. Огромный выбор товаров для водоснабжения и канализации, фитинги, пресс-фитинги. Также заслуживают внимания и предложения для обогрева помещений. Это и теплый пол производства Нидерландов, который устанавливается непосредственно под кафельную плитку. Для отопления в наличии имеются и радиаторы, как европейских, так и российских и китайских производителей. В этом же отделе представлены пластиковые панели для кухонь и ванных комнат, кухонные фартуки, стеновые панели. Причем вся продукция имеет необходимые сертификаты качества. Большой ассортимент пиломатериалов, фанеры, бруса, досок и реек, а также дверей, как входных, так и межкомнатных. И, конечно, незаменимые при ремонте гипсокартон, утеплители и сетка. Для ремонта все есть, мне устраивает. Если что, на заказ привозят. Скидка постоянному клиенту очень радует. Ребята уже, как знакомые, встречают. Ну, очень нравится. Как правило, весной хочется навести порядок не только в доме, но и в садах. В отделе «Сад и огород» вы можете найти ручной садовый инструмент. Секатры, ножовки, пилы. Не обойтись при возделывании земельных участков без поливочного оборудования. В магазине «Алмаз» продается все для капельного полива, а также шланги, катушки для шлангов, поливочные установки и опрыскиватели. Есть и оборудование для фонтанов, помпы, подсветки и всевозможные элементы декора. Не стоит забывать, что сад – это еще и отличное место для отдыха. Все для того, чтобы обустроить уютное место для досуга, можно приобрести в этом отделе. Садовая мебель, лавочки, шезлонги. Для тех же садоводов, хобби которых виноделие, здесь также можно найти все необходимое оборудование. Отделы, стройматериалы и все для сада и огорода магазин «Алмаз» находятся по адресу Анапа, улица Толстого, 138, вход со двора. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.